всем привет мои хорошие вы снова на канале домашняя кухня вкусные просто сегодня вам покажу как из пяти картошек сделать целую гору вкуснющих ленивых пирожков ставьте лайк перед просмотром и давайте начинать картошку я почистила сейчас ее нарежу чтобы она быстрее сварилась я обычно режу вот такими вот кубиками и поставлю варить так ну что картофель сварился я его потолкла в картофельное пюре отвар у меня теплый он не должен быть горячим потому что дрожжи заварятся и сейчас это картофельное пюре оно тоже тепленькое добавляю картофельному отвару теперь размешаю отвар с картофелем что получилось однородная масса лучше это сделать венчиком и буду добавлять все оставшиеся ингредиенты я вам их подпишу внизу в инфобоксе нам понадобится 2 желтка отделяю белок от желтка также добавляем сюда пачку дрожжей у меня вот такие вот сухие дрожжи ява здесь 11 грамм и столовую ложку без горки сахара и чуть больше половины столовой ложки соли тоже отправляю сюда теперь все перемешиваю и буду добавлять муку муку нам понадобится примерно 400 500 грамм зависимости от того какая у вас мука и я ее всегда обязательно просеиваю точно скажу сколько у меня ушло именно этой муки здесь у меня 250 грамм очень удобно вот такой вот сито сразу же мерный стаканчик муку добавляю постепенно потому что мука разное тесто берет муку всегда по-разному добавляю постепенно и пока это позволяет перемешиваю венчиком а потом уже буду замешивать рукой также добавляю примерно 30 миллилитров растительного масла середине замеса теста и продолжаю добавлять муку вот такое вот живое не забитая мукой и теперь мы его оставим примерно на 40-50 минут чтобы оно подошло показывал вам мои дорогие процесс не всегда просят вот прошло полчаса ведь как тесто поднялось как увеличилось я немножко смочу руку маслом растительным и подобью его тесто такое хорошее пышное ядное подобью оставлю еще минут на 20 припылила стол мукой дела половинку теста формирую пирожки можно ножиком отрезать можно прям вот так вот рукой кусочек мукой смазали руку и к серединке вот так вот подбиваете вот с половиной теста у меня получается примерно 12 пирожков теперь я ставлю маслом хорошо его раскалю и вторая половина теста тут у меня ждет видите какой пористая классно и буду жарить выпекать двух сторон до золотистой корочки наливая достаточное количество растительного масла и обжариваю с двух сторон далеко отходить не нужно жарится они достаточно быстро смотрите как надуваются и со второй стороны тоже обжариваем до золотистости в общем с этого количества ингредиентов в общем получается 24 пирожочка давайте посмотрим что у нас получилось они получаются очень мягенькими прям найти воздушные воздушные особенно если вы дадите немножко постоять чтобы они остыли мягкие мягкие очень вкусные детки очень любят такое вот тесто внутри если вы приготовите один раз вы будете потом их готовить постоянно во-первых очень быстро вкусно и дети любят на этом я буду заканчивать видео поставила уже чай всем пока пока не забывайте про лайк готовьте и увидимся